Добро пожаловать в Кафе! В Кафе мы, как Пушкин, я во мху, помнишь? Не возвращаясь к теме нашей. Да, у нас тема сегодня не пришла. У нас сегодня должна была быть тема, которая у нас будет в следующий раз проведем, потому что в связи с всемирным, всероссийским, всемосковским и всяким другим переходом на другое время, некоторые не имеют электронных часов, которые переводятся сами. Я даже не знаю, как их переводить, потому что делают это сами. Поэтому люди иногда забывают средовещные явления, и снизойдя, по-видимому, для нужд людей, которые не могут попасть в временное пространство, кстати, нормально, что они не могут попасть, наш президент сказал, что хватит этой фигней заниматься, и к чертовой матери отменил. Мы в последний раз перешли, уже помучились в последний раз, и больше переходить не будем. Мы же единственная в мире страна, где время подчиняется указу президента. Нет, не единственная. А где еще? Где-то еще есть, по-моему. Нет, я путаю. По-моему, ты путаешь. По-моему, мы единственная в мире страна, где декретом можно ввести время и пространство. Ой, ну слава богу. Не слава богу. И отменить его. То есть у нас теперь не будет зимнего времени, из этого что вытекает? У нас теперь не будет зимой. Слушайте, я бы не... Минуточку, дайте мне развить эту мысль. Я бы не был столь категоричен, что у нас теперь никогда не будет. Никогда. У нас не будет зимнего времени, наперед царствования. Нет, нет, нет. Ну, на какое-то время. Может, никогда, может, да. Никогда. Потому что, нет, я скажу почему. Потому что две трети населения Российской Федерации... Востомрят. Нет, такие ощущали себя плохо. Из-за периода стрелок. Ну вот, в зараз и вперед. И я, например, плохо себя ощущал очень. Хотели это как раз мы обсудить. Потому что был жуткий спор, когда еще только впервые было это объявлено. Довольно-таки давно. Менение, что надо отменить, было давно уже. То есть, вот, к своему минивидеу надо отдать должное, что он взял на себя смелость. И даже там были такие шутки в интернете, что он войдет в историю, как президент, отменивший время, победивший время, там и так далее. То есть, как бы взял на себя смелость и все-таки совершил такой поступок, как отменил вот этот переход на летнее время, на зимнее время, туда-сюда. Другое дело, что опять же, такие сменения, что неправильная отмена была. Что отмена должна была быть все-таки не сейчас, а осенью. Потому что именно правильное время, оно которое зимнее, а не летнее. Вы занимаетесь анализом мелочей. Нет, не мелочей. Я подчеркиваю. К счастью, среди нас есть доктор. Да. Я подчеркиваю. Я эту тему тоже хочу задействовать. Что у любой власти есть три выхода. Первое. Можно улучшать людей. Второй выход. Можно улучшать жизнь людей. И третий выход. Можно улучшать условия, в которых протекает жизнь людей. Протекает. Вы видите, в чем дело? Белотекущее. Послушай. Белотекущее бывает только шизофренией, чтобы ты знал. Все бывает белотекущее. Значит, я... Наш президент понял, что улучшить людей нельзя. Это сделал Дарвин. Раз и навсегда. Я думаю... С тех пор лучше... Делал предыдущий президент. Минуточку. С тех пор... Ну, да. Но подчиняясь Дарвину. Да. Да. Он след с дерьма. Он след с дерьма. И ничего более кардинального сделать нельзя. Второе. Улучшить жизнь людей нельзя тоже. Потому что жизни нет здесь у людей. Как таковой. Нельзя улучшить то, чего нет. Так. Поэтому можно кардианально. Кардианально. Взять и улучшить условия, в которых протекает жизнь людей. Это забавно. Что это за условия? Пространственно-временной континуум. Как ты умно сказал. Да тогда. То есть можно взять и отменить пространство и время. Теперь, поскольку... В понедельник взять и отменить. Посмотри, не дают... Не дают... Поскольку отмена пространства может привести к непонятным последствиям, отменяется время. Ибо ясно всем, что отмена времени кардианально ничего не решает. То есть у нас больше общения будет времени никакого? Нет. Первый шаг заключается в том, что у нас нет зимнего времени. Нету. Второй шаг будет заключаться в том, что у нас не будет зимы. Вы не понимаете Продолжаем Вы меняем милья Я отказываюсь беседовать с этим человеком Он не перекрывает кислый рот И наконец И наконец к чему мы придем Мы придем к тому наконец Что времени не будет вовсе То есть Дэш Медведев подводит нас к апокалипсису Это же в апокалипсисе написано Что времени больше не будет Но делается это поступопенно То есть это делается именно по апокалипсису По апокалипсису Значит Перевод стрелок Перевод стрелок на час назад и на час вперед При всей мелочности этого мероприятия Катастрофически Влиял на здоровье людей И этих людей среди нас очень много Взять меня Мне было очень плохо Вот когда переводили стрелки на час взад Мне было очень плохо Но мне было еще хуже Когда их потом переводили на час вперед Как именно тебе было плохо? Я был не в своей глубокой тарелке Не в своем умении Меня тошнило У меня кружилась голова Я испытывал приступы дневной сонливости У меня была бессонность Я даже посмотрел Все эти годы В течение месяца после перевода стрелок взад или не взад У меня развивались приступы Которые я бы назвал Некой предтечей депрессии Я с трудом эти состояния преодолевал Я посмотрел У меня есть болезнь Которая называется десинхроноз Десинхроноз у меня У меня был десинхроноз и десинхроноз И десинхроноз И теперь я хочу выпить за Дмитрия Анатольевича Который мой десинхроноз Отменил Это первое, что я сюда принес Второе, что я сюда принес Я не знаю, может быть это и связано Ведь о том, что время будет отменено зимнее Дмитрий Анатольевич объявил когда? По Москве, год назад Вот Несколько месяцев тому назад Ну нет, поменял Осенью где-то, осенью это разговор Да-да-да, где-то так зима Осенью-осенью, да, в декабре Да-да-да После того, как я это объявил Спустя некоторое время Я стал замечать значительные изменения В поведении окружающих меня людей О как Они заранее начали сходить с ума? Минуточку Не знаю, может быть как раз приходить в норму Ага, то есть возвращаться Что я имею в виду? В течение последнего месяца Меня дважды останавливают полицейские За явные нарушения по ДДД А тебе именно полицейские останавливали? Ну они же сейчас все полицейские Не, не все Как? С первого марта? Не, все вчера тратировали из милиции Но не все взяли пока в полицию Нет, минуточку Этого я не знаю Я знаю, что с первого марта в России нет милиции А есть полиция Обидно Я живу по уставу Замоюю в честь и славу Я так привел к милиции? Да, это не важно Это мы сейчас не об этом Ну ладно Меня останавливают полицейские За явное нарушение правил дорожного движения Первый раз я повернул налево Что я фонарщик Про фонарях весят совсем долгие люди Так вот Меня останавливают полицейские Там Здравствуйте Такой-то, такой-то Я покажу Говорю Здравствуйте Господин полицейский Здравствуйте Ваши документы Я вот так и назвал? Да Он не обиделся? Нет, а зачем? Я все Он смотрит Говорит Говорит Юрий Борисович Вы нарушили правила дорожного движения Пункт такой-то Все объясняет Штраф такой-то Все объясняет Да Говорит Почему вы это сделали? Я говорю Стоп-полицейский Я виноват Там нет тупик всегда Да Избит-полицейский Я виноват Оправданий никаких у меня нет Я нарушил правила движения И я это знаю Дальше следует вещь Второй раз меня изумляют Мне возвращают документы Отдают честь И говорят Предупреждаю вас О необходимости Соблюдения правил дорожного движения Всего доброго Будьте внимательны Ты взял? А вчера еще Ты честь Он сказал Желаю вам здоровья Нет, ты мне скажи Ты честь взял? Андрюша Мне своя-то мешает Зачем мне чужая? Андрюша Короче Послушайте меня Это совершенно аномалии Это очень серьезно Это аномалии Это очень серьезно Это весы не обострения Вот Минуточку Об этом мы и хотим Я и хочу сказать Что после того Как господин президент Я это увязываю Да Объявил о том Что время теперь у нас Не будет Но он так и говорил Он сначала сказал Что отменяется переход Но мне-то ясна его цель Я просто повторяюсь Да Цель заключается В полной отмене Всех времен И народов Мне нравится эта идея Да Так вот Их связи Их связи Так вот Вот этот первый шаг Отмена перехода На зимнелетнее время И установление В нашей стране Единообразного времени На всей территории Одной четвертой Суши части мира Вселенной А потом и везде А потом и везде Потому что Суши будут наши Да Рано или поздно Да рано уже рано Уже всех трясет Скоро все будет Ты знаешь что Япония Движется к Америке Наверное А куда еще двигаться Она двигалась до землетрясения Скоро 9 сантиметров в год А сейчас 90 Видишь Бегут А это не поможет Все равно все будет Нашим Так вот Поскольку времени Не будет нигде Да Люди начинают Реагировать на это Под сознательным Изменением поведения И у меня Вот какой вопрос Либо это реакция Просто вот На отмену времени Либо происходит Вот что Мы до такой степени Дошли до стенки Нас всех так тошнит Друг от друга И от того Что мы сделали С этой страной И с самим собой Что мы инстинктивно Дойдя до этой стенки Отшатнулись И начинаем Инстинктивно Понимать Пока еще не головой А неким органом Расположенным Гораздо ниже Что если мы будем Продолжать Так по-свински Относиться друг к другу Мы погибнем И возникает Инстинктивное То есть Оказавшись по уши В говне У человека Возникает Инстинктивное желание Понюхать Дезодорант Это литературное Это литературное Слово говно Конечно Говно это слово Редактор решил Хорошо Так вот Увязать ли это Все таки С изменением Так сказать Вот этих Всех временных параметров Или положение Гораздо глубже И мы начинаем Морализироваться Осовествляться Проникаться Проникаться друг к другу Асексуальным Любовным стремлением Господи Не дай Бог И не становимся ли мы Как справедливо сказано В Бесогоний ТВ Великий Никита Сергеевич Я должен встать Нет Сиди Сиди Хорошо Великий Никита Сергеевич Михалков Не возвращается ли Нация К жизни О О как А Это куда Ну нация В смысле Многонация У нас же многонациональ Я не это Не надо сейчас Подираться к нам Хорошо Народ Не возвращается ли народ К жизни Постепенно Понимаете Никогда в жизни Чтобы полицейский Не только не взял Не только не выписал квитанцию За явное нарушение Простите Серьезное Не только не сказал Да вам Мамки Молдар Мень Мамень Нет Чтобы так вежливо И ограничившись Административным Таким вот Как бы Увещеванием Может так выразиться А может мы постепенно Движемся к груди Я вот Я хочу Вот собственно Вот тема Понимаете Как я Доктор поставил вопрос От изменения беремене На один час И надо сказать Обмен веществ Народа Надо сказать Что Все что изрек доктор Это очень красиво Да Это очень красиво Да Вне зависимости от того Что мы сейчас с тобой скажем Да Это очень красиво То есть можно было В уже заканчивать Но к сожалению Да К сожалению Это только очень красиво Ибо Фу Эти вещи А Никак не связаны Вообще Б Случай Рассказанный Про нашу славную ГИБДД Да И вся эта Странная Мистерия Расходящая с ними Обусловлена Очень простыми Событиями Так Сейчас у этих людей Они зависли Между жизнью И смертью Так А я при чем Я тебе объясню Их Как справедливо Заметил Андрюша Из милиции Уволили Но в полицию Ничего не взяли А я при чем Я тебе объясню Если ты сможешь Пять секунд Или шесть Не перебивать Подумай Раз Два Идет уже Так Чтобы их взяли В полицию У них не должно быть Нареканий А нарекания могут поступить Например от тебя Который пожалуется От гнусного стукача На человека Которого оставили Задел Не задел Не важно Напишет некую бумагу Пойдет на принцип И у этого С того будут реальные проблемы А вдруг у этого гада Еще камера А какой принцип Я нарушил Саша Ты нарушил Да Они просто перестраховываются Они очень боятся Потерять свою работу Это тоже плохо Сколько всех этих гадов Таким образом Которых надо бы наказать Конечно Вот хефеца надо было Да Андрюш Я сейчас не говорю Плохо или хорошо Я пытаюсь объяснить Почему это происходит А происходит это Я уверен Гипотетически Я уверен Только по этой причине Боязнь потерять хлебное место Ну для подавляющего большинства То есть ты все-таки Вот ты рисковал Потому что я думаю Что вот эта вот Чистка Я это говорю ладно Эта чистка Которая сейчас идет Я думаю что Она Во многом Не показушная Мне так кажется Мне тоже кажется Мне кажется она не показушная Что Медведев там Видимо не решил Немножечко Действительно подразогнать Как-то все это пошло Нужно пересматривать Самоотношения Потому что я Потому что то что говорит Юра Это не первое свидетельство об этом Конечно Люди говорят о том Что происходит Ты останавливаешься Думаешься по-человечески Я думаю что они все Чувствуют Что запах напален И пытаются вскочить Вот в этот вот Ухладящий состав Чтобы потом там Вернуться конечно К тому что было раньше Но уже будет Не вернуться Понимаешь Те условия которые предлагаются Им сейчас Если реально Не будут Воплощены в жизнь Им не нужно будет Разбойничать Абсолютно не нужно Там очень хорошие условия Которые предлагаются Это реально хорошая Хорошая зарплата Хорошие сверхзарплатные Эти самые Бонусы Насколько хороша Будет их новая зарплата Ну я не знаю Насколько хороша Но в любом случае Сейчас рисковать Потерять 10 тысяч Или 15 тысяч Это легко можно Плевать Он найдет где заработать Кто-то да Кто-то нет Найдет 15 тысяч в Москве Найдет где заработать Я просто думаю Что они зарабатывают Сейчас совершенно Я говорю о зарплате Потому что прежде всего О зарплате А там планируется И хорошая зарплата И хорошая бонус Это много за что Потому что как раз Я просматривал Там и за Спортподготовленность Дополнительные бонусы Ещё за много за что Много за что идет Дополнительно То есть вы полагаете Можно я вот так Вы полагаете Что выход Госпожи Волочковой Из Единой России Отказ Госпожи Волочковой И господина Буйнова От писем Против Ходорковского Поведение Полицейских О котором я уже сказал Можно ещё другие примеры Приводить Кстати да Что все эти вещи Не связаны друг с другом Полагаете вы Друг с другом связаны Со временем нет А чем же они связаны Друг с другом Они связаны Ну потому что они подобны Нет Они связаны временем Только они связаны Не временем Часами Они связаны временем Которое окружается Нет нет я имею ввиду Временем связано С переходом на летний день Я обыграл слово Временем Они связаны другим временем Они связаны Временем Поведение полицейских Все эти точки Не лежат на одной причине Неследственной оси Я думаю что до того Как объявил Медведев О переходе на времени Да Было что-то подобное До этого Я не помню Я не думаю что это связано А вот мне кажется Но мне хотелось бы Теорию заговоров Особенно привлекать Я очень люблю Я обожаю Это все наши телезрители Я очень Я теорию заговоров Да То есть вы считаете что нет Нет Я думаю что нет И ты считаешь что нет Нет я Ещё раз говорю что Я считаю что да Но я считаю что время В другом смысле этого слова Точно так же как пришло Время в 85 году Не потому что Как мы с тобой обсуждали Что это Горбачёв Сделал и придумал Потому что Горбачёв Просто был в это время А время уже пришло Чтобы это было Понятно Ну что ж Созрело яблоко Понятно Может быть Не то яблоко Понятно То есть вы согласны с тем Что в стране что-то происходит Но вы не можете это привязать К переходу К отсутствию перехода На летний аварийный Понятно Я бы сказал что Переход на летний аварийный Может быть просто всего лишь Одной из общего Скажем так Ну что ж В таком случае я считаю Что заседание Коапа Можно закрывать Ни фига подобного Нет Нет Хейкет надо изгнать Если у вас позором За его теорией заговора И так далее А если не будет А вы не можете Кроме теории заговора Дело в том что Существует только две вещи Мне кажется Это отличная тема Следующего эфира Которого мы Но мы сейчас Это пропонансируем Да Мы сейчас делаем панно Ну расскажите Есть только две причины Которыми можно Объяснить Все на свете Первая причина Это божья воля А вторая причина Это теория заговора Ну что это первая Нет Есть третья причина Какая Вероятность Это божья воля Значит есть Ничего себе Да Безусловно Есть только две Или всем командует Господь Бог И тогда все понятно Почему так происходит Или Или Мы все вплетены В паутину Нераскрытого заговора Очень мощного Во главе с мировым правительством В этой значит Жидомасонской ложи Почему мне нужно Жидомасонской ложи А какая А других ложь просто нет Да неважно Ну и ладно А какие Какая еще ложа есть Промжидомасонская Да чёрт там есть В Англии Какую-нибудь ложь Вы дал ко мне Жидомасонскую Не знаю В Англии Вообще не волнуйте эти ложи Сорос А кто Сорос Он же татарин Да не знаю Он жидомасон Ну хорошо Если бы Сорос Подал на меня в суд Какой пиар Боже мой Для Сороса Не для меня же Кто такой Сорос вообще Мелкий лавочник Да действительно Эпохи Бориса Львова Окей Да Будьте здоровы Будьте здоровы Паузи В этом вечном летнем В этом вечном летнем А на улице как холодно Спать в июле Можно Без Трусов Ну тогда июля Пошла песня Хейфица Ой до свидания же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!